Братья и сестры, очень часто я получаю письма, одни просят поднять тему современных тенденций в развращении нашего подрастающего поколения, а также различных психических расстройств, которые мы стали очень часто наблюдать среди современных подростков. Особенно, никто еще, наверное, не забыл случай в Казани. Есть и много других случаев, которые еще не вышли в информационное пространство. Все эти тенденции имеют место быть, особенно очень дико такое явление наблюдать в такой республике, как Дагестан, где проживает 90% мусульман. Что бы вы хотели по этому поводу сказать? Я хотел бы по этому поводу в первую очередь сказать следующее. Когда мы в обществе наблюдаем то или иное явление, чуждое нам, как мусульманам, чуждое Дагестану, как горцам, задаю себе вопрос, что можно с этим поделать? Бросаться ли на это явление прямиком, при этом не задумываясь о причинах, которые порождают в нашем обществе подобные явления? Конечно, отдавая дань информационным атакам на подобные явления, можно было бы осудить и сказать, что это очень плохо. Я считаю, что говорить так, это вообще ничего не делать. Я считаю, что каждый взрослый, зрелый мусульманин, который хотя бы как минимум намерен иметь сыновей, дочерей, уже должен задуматься о том, как сберечь свое потомство. И я прихожу к такому выводу, что в первую очередь вот есть на что можно просто надеяться для того, чтобы исправить данное положение. На что можно надеяться и что мы можем сделать? Конечно, ждать от властей каких-то мер. Это очень долгий процесс и нет большой надежды на то, что власть имущие, особенно профильные какие-то министерства, органы возьмут и что-то тут исправят. Но мы видим реально, идет целенаправленная работа, направленная на развращение подрастающего поколения. Сделать их рабами собственных прихотей, которые будут думать только о том, как удовлетворить все свои пожелания, все свои желания. Вот я хочу и буду так делать. Вот почему такое поколение появляется? Поколение, которое не различает старшее поколение, молодежь, которая просто на долю секунды не остановится перед тем, когда перед ними проходит старший. То поколение девушек, которая просто не сторонится той толпы, в которой присутствует толпа мужчин. Что же с этим нужно делать? В первую очередь я склоняюсь к тому, чтобы искать ответ на подобные вопросы в первую очередь в Священном Коране и в Сунне нашего Пророка. Аллах в Священном Коране говорит, Вы защитите себя, оберегайте себя, свои души и свои семьи от огня ада, растопкой, которой будут служить люди и камни. Этот аят говорит о чем? Говорит о том, чтобы мы строили свои семьи. Есть одна надежда. Надежда на то, чтобы восстановить по-настоящему институт семьи. Семья — это какая семья? Вот если обратить внимание на статистику тех семей, из которых выходят подобного рода подростки, это в основном неблагополучные семьи, в которых не воцарилась любовь между членами этой семьи, в которой дети не находят объяснения от своих родителей. То есть ребенок хочет, бывает такая ситуация, когда сам ребенок хочет общения с вами, как со старшими, как с отцом, как с матерью, а в ответ получают грубости. В ответ получают, мне некогда. Неужели вы, родители, думаете, что вам сойдет с рук такое беззаботное отношение относительно воспитания своих детей? А ведь это уже аукнулось. Если вы сегодня не будете думать о воспитании, кто за вас это сделает? Если вы сегодня не подумаете о том, как сохранить, защитить в нравственном плане свою семью, свою дочь, своего сына, вас накажут сами эти дети. В Аллахе они сами вас накажут. Я вспоминаю одну историю, которую я прочитал как-то в интернете. Его приводит один из известных проповедников, как один из арабов, который отправил своего сына на учебу в Европу, в Америку. И он получает приглашение от своего сына на свадьбу. И он отправляется, летит в Америку для того, чтобы принимать участие, то есть принял приглашение собственного сына. И в результате обнаруживается, что непонятно, замуж этот его сын выходит. То есть оказался его сын, он потерял сына. Узнав об этом, отец получил инфаркт. Это происходило только в тех странах. А вы не чувствуете, что это все уже распространяется по всему миру? Почему вы думаете, что с вами может такое не произойти? С любым из нас это может произойти, если мы не будем думать о воспитании своих детей. Если мы будем думать, что достаточно накормить, одеть, обуть своих детей. И не жалеть в этом ни копейки. Вы думаете, что этого достаточно? А что нужно сделать? Подрастающее поколение — это те люди, которые уже близки к совершеннолетию. Каждый родитель обязан в первую очередь позаботиться об имане своего сына, об имане своей дочери. Необходимо, чтобы у них была осознанная вера, обоснованная вера. Чтобы вы, родители, в первую очередь поговорили, могли, были способны говорить со своими детьми на эту тему. Объясните. Вот мы, мусульмане, почему? Мы почему веруем во Всевышнего Аллаха? Кто есть Всевышний Аллах, наш Создатель? Объяснить, доказать. Ведь если будет вера во Всевышнего Аллаха, если наши дети найдут ответ на этот вопрос, их вера будет обоснованной, осознанной, это уже достаточный иммунитет для нашего поколения. Скажите, кто из нас, сколько среди нас таких родителей, которые на эту тему решили побеседовать со своими детьми? Они об этом узнают где-то там, тут. Сегодня родители бросили своих детей на воспитание тиктоков и других социальных сетей. Все они получают оттуда. Сделайте так, чтобы семья стала крепостью для ваших детей, в котором они находят ответы на те вопросы. Что ребенок делает? Он видит что-то новое. Он в первую очередь хочет узнать мнение своего отца, своей матери по этому поводу. А вы не находите времени ему это все объяснять. Для того, чтобы спасти наших детей, мы должны в первую очередь научиться элементарным знаниям, обрести хотя бы элементарные знания, которые позволят вам ответить на вопросы ваших же детей. Посланник Аллаха сказал, обучайте своих детей любви к их пророку, к его семейству и к любви к Священному Курану. Пророк нас к этому призывает. Почему такое явление имеет место? Вот вам хадис Пророка, где Посланник Аллаха говорит. Каждый новорожденный рождается в естественной чистоте, которую Всевышний Аллах ему дарует. А родители делают этих детей или иудеями, или назарянами, или огнепоклонниками. Все зависит от родителей. Поэтому единственная надежда сегодня на то, чтобы родители позаботились об укреплении своей семьи. А как его укреплять? В первую очередь, укрепляя отношения со своей супругой. Чтобы дети видели, чувствовали любовь, теплое отношение родителей друг к другу. Теплое отношение родителей к ним. Чтобы родители создавали в семье такую атмосферу, в которой каждый член этой семьи желает вернуться в эту семью, потому что там хорошо. Для каждого члена семьи, для каждого ребенка семья, дом должен служить частичкой рая. А ведь бывает наоборот. Когда подростки думают, вот бы отец вовремя не вернулся бы домой. Почему? Потому что, когда он возвращается домой, они бывают свидетелями только криков, скандалов, побоев и так далее. Что может быть ценнее, что может быть важнее собственной семьи? Поэтому я считаю, что решение таких проблем и защита нашего подрастающего поколения в первую очередь задача каждой семьи, задача каждого отца, каждой матери. И ни в коем случае не будьте уверены в том, что вашего ребенка это не коснется. Мы каждый день должны беспокоиться за них. Каждый день мы должны быть в курсе, с кем общается, где сидит, чем занимается ребенок, когда он держит в руках мобильный телефон. Мобильный телефон — это мина замедленного действия, которая может разрушить психику вашего ребенка. Его нравственность — это еще и вредно физически. Я еще раз призываю всех восстанавливать семьи, укреплять крепостные стены наших семей. И только в этом есть защита. И именно к этому посланник Аллаха, саламу, очень часто в своих хадисах призывает во времена смут во главу угла ставить вопросы своего дома. Дома имеется в виду благополучие семьи. И даже есть такое высказывание у пророка, саламу, стань сыновкой своего дома, который больше всего времени проводит дома, который больше всего заботится о том, что происходит у тебя дома. Речь, конечно, не идет о материальном благополучии этого дома. Речь идет о нравственном успехе, о нравственном благополучии, о нравственном воспитании, об отношениях между каждым членом этой семьи. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал нам силы следовать призывам Священного Корана и Сунни Пророка, саламу, во всем и простить нам наши грехи. Субтитры создавал DimaTorzok